Успешные фирмы Самых лучших профессиональных моряков, прежде чем поднять паруса нашего судна. Иначе мы не достигнем острова сокровища, утонем в сильный шторм или сядем на мель. Нужно быть готовыми к встрече с морскими пиратами. Когда я в прошлый раз говорил, что в мире разгорается война за власть криптовалюты в цифровой экономике, то вы поняли слова «война фигурально». А между тем, война настоящая, финансовая, за власть над миром. И деньги в эту войну вкладываются громадные. Передовой фронт этой войны в интернете. Называется этот фронт информационной войной. Врачи советуют сделать прививку от гриппа. А мы все должны иметь сильный иммунитет, чтобы не стать жертвами невидимой информационной войны. Когда я начинаю рассказывать о криптовалюте ванкойн, то мой собеседник чаще всего говорит, «Я хочу сначала сам изучить эту тему, потому что он думает, что я рисую ему красивые пейзажи маслом, которые не соответствуют действительности, чтобы впарить ему пакет ванкойн. И он отправляется в интернет, ищет в поисковиках все, что относится к теме криптовалюты и ванкойну. Но его не интересуют позитивные отзывы, потому что он хочет найти негатив. И достаточно одной отрицательной статьи, чтобы закрыть для этого человека дорогу к своему финансовому благополучию. Не думайте, что черный пиар легко распознать. Статьи пишут специалисты по интернет-технологиям, которые разбираются очень хорошо в криптовалютах. Они давят на читателя своими знаниями. Рядовые пользователи компьютером не могут на равных спорить с программистами. У нас разные весовые категории. Я могу свои слова проиллюстрировать на конкретных болевых точках, в которые обычно бьют сторонники криптовалюты биткоин, которые, соответственно, являются лютыми ненавистниками ванкойн. Другие криптовалюты сразу публикуют открытый алгоритм, который каждый желающий может скачать и начать добывать эту криптовалюту. Публичные криптовалюты добываются в открытой конкурентной борьбе майнеров, добытчиков криптовалюты. А компания OneLife почему-то держит алгоритм ванкойна в секрете. Это очень подозрительно. В самом деле, а почему компания держит в секрете алгоритм ванкойна? Ведь это вызывает естественное недоверие. Я объясню на собственном опыте, который чуть не закончился для меня, финансовым крахом. Компьютер решает алгоритм, математическую задачу, перебирает варианты. Если найдена одна из возможных комбинаций знаков, то появляется биткоин. Если несколько одновременно компьютеров решают одну и ту же задачу, то биткоин достанется тому, кто раньше других ее решит. На первом этапе все вычисления производили на процессорах персональных компьютеров, и поиск решения занимал несколько часов, ну максимум несколько дней. Но через некоторое время пришло понимание, что гораздо лучше с этой задачей справляются видеокарты, так как их архитектура позволяет производить гораздо больше параллельных вычислений, чем центральный процессор компьютера. По мере роста цены биткоина росло число желающих его добыть, и росла конкуренция между майнерами, точнее между их компьютерами. Когда цена биткоина перевалила за 10 долларов, история стала напоминать золотую лихорадку на Аляске на рубеже 19-го и 20-го веков. Больше всего на золотой лихорадке заработал предприниматель Самуэль Брэннон. Он продавал золотодобытчикам лом, кирку и лопату. Фирмы, которые производят оборудование для компьютеров, увидели огромный потенциал получения прибыли от биткоин-лихорадки и инвестировали крупные суммы в разработку специализированных чипов. Появились устройства, которые называются ASIC. Но ASIC это сокращение от английского Application Specific Integrated Secrets, что означает интегральная схема специального назначения. И они предназначены исключительно для майнинга криптовалют. Скорость майнинга биткоинов с помощью ASIC возросла в сотни раз, если сравнивать ее с обычными персональными компьютерами. Вот этот момент я впервые узнал о биткоинах и о возможности самому добывать их. Тогда я начал искать, как купить такой ASIC и сколько он стоит. Хотя сам я в интернете технологии, в общем полный чайник и здравый смысл мне подсказывал. Не лезь туда, чего не понимаешь. Сначала я посмотрел, что можно подешевле купить на eBay. eBay это аукцион, но в России он наверное еще не распространен. Там можно купить очень хорошие качественные вещи как бы с рук. Гораздо дешевле, чем новые магазины, там электронику, принадлежности и так далее. Я в общем уже лет 15 им пользуюсь, там уже много чего хорошего купил. И вот я там нашел три ASIC, которые отличались скоростью и ценой. В моем архиве даже сохранились объявления, объявления продавцов. Первый ASIC производительностью 25 ГГц в секунду. Я его подчеркнул красным. Стоит 725 евро. Второй покупатель предлагал ASIC производительностью 85 ГГц в секунду. И вот цена уже 2222 евро и 22 цента. Третий ASIC 240 ГГц в секунду и стоит он уже 3600 евро. «Знающие люди мне подсказали, если хочешь выиграть Формулу-1, то не нужно покупать дешевую машину Жигули». Тогда я начал искать фирмы, которые продают самые последние разработки. Вот что я нашел. Один ASIC за 16500 долларов. Со скоростью 3 терабайта в секунду. Другой за 10650 долларов. Со скоростью 3 ГБ, 3 терабайта в секунду. Я не нашел, к сожалению, в своем архиве предыдущую модель. Еще была до этого 1 терагерц в секунду. Фирмы петли в то время ASIC по несколько моделей в год. И анонсировали их еще на стадии проектирования до запусков производства. Обратите внимание на срок поставки. Май 2014 года. А я хотел купить его еще в феврале. Потому что раскупались ASIC как горячие пирожки. Очередь от покупки до получения заказа была дольше, чем выход новой модели. Какую модель ASIC купить? Ясное дело, самый быстрый, если я хочу выиграть Формулу-1. Но денег таких у меня не было. И вот я хотел одалживать их у знакомых. Это был как раз февраль 2014 года. И биткоин стоил 1000 долларов. Поэтому я подсчитал, что если смогу добыть только 100 биткоинов, то заработаю 100 тысяч долларов. Знаете, что меня спасло от этой авантюры? Не зря в народе говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. А вот этот 30-летний молодой человек, Марк Карпелес, является владельцем самой крупной в мире японской криптобиржи МТГОКС. Через нее проходило 80% всех сделок по биткоину. И надо же такому случиться, что именно в феврале 2014 года хакеры взломали эту биржу и украли 850 тысяч биткоинов. Это и послужило причиной обвала цены биткоина. Теперь уже добывать биткоины стало нерентабельно. Айсик стоит гораздо больше биткоина. Добавьте к этому сумасшедшие счета за электричество, ведь айсик очень мощный, работать должен круглосуточно, и выделять такое количество тепла, что его можно назвать самым дорогим электрообогревателем. Многие добытчики разорились и свернули добычу. Озверевшие клиенты биржи прилетали в Токио и устраивали около офиса МТГОКС акции, чтобы попытаться вернуть свои деньги. Вам это не напоминает историю с вкладчиками пирамиды Мавроди? Подождите, я ведь утверждал, что блокчейн защищен на 100% от воровства. Вы хоть что можно найти в нем дыру? Блокчейн тут ни при чем. Позже выяснилось, что никакого ограбления биржи не было. Владелец биржи имитировал ограбление и вывел биткоины на свои личные счета. Ну его, понятно, арестовали, судили. Папарацци даже удалось поймать момент, когда его выводят из своего дома в наручниках. Но самое интересное в этой истории, кто вывел Марка Карпелеса на чистую воду? Не полиция, а сами хакеры. Они решили защитить подшатнувшуюся репутацию блокчейна, посчитали, что это была грубая работа, беспредел. Поэтому взломали внутренние документы биржи и опубликовали их. А специалисту все эти протокольные записи были понятны, как охотнику следы зайца на снегу. После этой истории вам будет понятно, почему Ванкойн пошел другим путем. Он не создает ненужную конкуренцию среди майнеров. Вся криптовалюта добывается компьютерным расчетным центром. Кстати, таких центров не один, а четыре. Находятся они в разных странах и соединены с коростным оптиковолоконным кабелем. Сделано это для четырехкратной надежности. Каждые пять минут идет архивирование данных. Поэтому если что-то произойдет даже с тремя центрами одновременно, то все данные останутся в четвертом центре. Я об этом узнал, когда был в офисе компании в Софии. Я хотел, конечно, заглянуть хотя бы в один центр, но мне сказали, что их местонахождение – это тайна, которую не знают даже сотрудники компании, а о том, чтобы туда заглянуть, не может быть даже речи. Ну, у критиков на это тоже есть ложка дегтя. Компания Вайн Лайф якобы создала компьютерный расчетный центр, который эти ванкойны добывает, а на самом деле никакой криптовалюты и нет. Компания торгует воздухом для лохов. Чтобы представить веские доказательства, что ванкойны действительно добываются, компания Вайн Лайф заключила договор с аудиторской компанией на проведение регулярных проверок. И в наших бэк-офисах есть раздел, где можно посмотреть сканированные копии отчетов этих аудиторских проверок. Они подтверждают, что на момент проверки все внесенные в блокчейн ванкойны были получены расчетным путем. Биткоин имеет сложность добычи, которая повышается. Это следует из самого процесса майнинга. А ванкойны создает расчетный центр, который работает с определенной мощностью. У него не может быть разной сложности добычи. Поэтому повышение сложности добычи ванкойна – это сказки для чайников. Чтобы ответить на это обвинение, нужно немного окунуться в понятие сложность добычи биткоина. Чем больше биткоинов подключилось к добыче биткоинов, тем больше была общая мощность сети, которая использовалась для решения математической задачи. Поэтому ее проще было решить. Ее могли решить даже несколько компьютеров одновременно. Но если мы говорим, что добываем цифровое золото, то должна быть сложность добычи как золото, а не как грязи. Я в прошлый раз показывал вам сводную таблицу всех публичных криптовалют. Третье место в этой табличке занимает криптовалюта Ripple. На самом деле это не криптовалюта, это такая децентрализованная система обмена разными валютами и криптовалютами. Но в ней есть и внутренняя валюта системы, так называемые кредиты Ripples, или сокращенно XRP. Вот они. По замыслу создателей, это аналог резервных валют в мировой системе. Но стоит эта криптовалюта гораздо меньше любой из резервных валют. Вот сколько она стоит. 0,07 тысячных сотых доллара. А высокое третье место в рейтинге криптовалют занимает она за счет гигантского количества уже добытых монет. Почти 36 миллиардов штук. Такое количество можно успеть добыть только при мизерной сложности добычи. Лечебная грязь стоит гораздо дороже. Таким образом, сложность добычи также является одним из математических параметров криптовалюты. Чем больше компьютерных мощностей задействовано для его добычи, тем выше должна быть сложность добычи, чтобы ценность добытого и ископаемого не падала. Итак, если со сложностью биткоина понятно, то теперь перейду к ванкойну. В прошлый раз я объяснял, как только мог, что такое сложность добычи ванкойнов. Даже пример с галушками привел, что варят их, когда посетитель ресторана закажет. То есть по предоплате, чтобы стоимость добычи была подкреплена реальными деньгами. Посетители ресторана – это те, кто хочет купить ванкойны. А на самом деле, знаете кто это? Это майнеры, добытчики ванкойна. Хотя многие владельцы ванкойна об этом даже не подозревают. Желающим иметь ванкойны не нужно на свой страх и риск покупать оборудование для добычи. Еще неизвестно, сможешь ли ты добыть криптовалюту, а деньги в добычу вложишь. Каждому гарантирована добыча ровно столько ванкойнов, сколько он их хочет, сколько заказал и оплатил. Клиент не покупает оборудование, он своими деньгами оплачивает работу расчетного центра, он арендует на какое-то время. Знаете, я начинал работать в России еще в те времена первых компьютеров, когда они занимали большое помещение, стоили сумасшедшие деньги, обслуживались целой бригадой программистов. Так вот, предприятия заказывали так называемое машинное время для расчета своих данных и оплачивали его. Вот ситуация с расчетным центром ванкойна очень напоминает эти былые времена. Я являюсь клиентом компании OneLife со дня ее основания и помню 20 января 2015 года, когда был запущен расчетный центр. В Бэк-Офисе есть меню майнинг, откуда можно наблюдать, как добываются биткоины, видеть, как рождается комбинация букв и цифр, цифровое золото OneCoin. Так вот, в первые дни расчетный центр в основном простаивал, потому что в него заложена такая большая мощность, а заказов было очень мало, поэтому он быстро с ними справлялся, щелкал OneCoin как семечки. Чем больше заказов, тем большая мощность нужна. Это в принципе ведь ничем не отличается от ситуации в биткоине, когда при увеличении мощности добычи повышается и сложность добычи. Вот график роста стоимости добычи OneCoin с момента старта майнинга в январе 2015 года. Сложность добычи растет ступеньками, а не по плавной линии. Это связано со спецификой добычи криптовалюты. Сложность добычи выражается в токенах. Я позже объясню, почему в токенах и что такое токены. Пока только скажу, что 1 евро равняется 0,1 токена. То есть на старте сложность добычи была 4 токена или 40 центов, 0,4 евро. А сейчас 79 токенов или 7,9 евро. Самый сильный аргумент, очернительный OneCoin такой. Биткоин – это независимая децентрализованная криптовалюта, а OneCoin имеет владельца Ружу Игнатову, которая в один прекрасный момент исчезнет со всеми вашими денежками. Нужно признать, что эта причина многих останавливает инвестировать в OneCoin большие деньги. Но они не знают план, который Ружа озвучила еще на старте компании. А я вам скажу. Перед выходом на открытую биржу компания опубликует алгоритм создания OneCoin. А что это означает? Во-первых, любой желающий сможет попытаться добывать OneCoin. Любая организация сможет инвестировать деньги в создание расчетного центра для добычи остатка еще не добытых OneCoin. Любое государство может добывать OneCoin точно так, как сейчас добывает золото. OneCoin больше не будет принадлежать Руже Игнатовой. Он никому не будет принадлежать. Он будет общий, будет точно таким, как сейчас Биткоин. Но почему Ружа сразу не сделала OneCoin с открытым алгоритмом? Ведь это повысило бы доверие к этой криптовалюте. Судно выводят из гавани в открытый океан Лоцман. Биткоин никому не принадлежит и никем не управляется. Сатоши Накамото опубликовал алгоритм, а дальше пустил свое судно в плавание. Без парусов, без руля, даже без команды. Поэтому судно Биткоин несет по воле стихии, экономической стихии. А теперь к OneCoin. Даже самый хороший план развития Ружи Игнатовой не может все учесть. Может возникнуть потребность корректировать процесс. И жизнь показала, что это было стратегически правильным решением. Централизованное управление на первом этапе развития OneCoin. Вот, например, решение тупиковой проблемы очереди. Я сказал, что в первые дни после начала добычи расчетный центр в основном простаивал. Сначала это по мере заявок на добычу уже начала появляться очередь ожидающих получить OneCoin. Сначала ждали неделю, другую, потом месяц, другой. Но постепенно ожидание растянулось до шести месяцев. И стало понятно, что это тупик. Это тупиковый путь развития. Тогда компания нашла гениально простое решение. Она вела новый блокчейн, то есть создала новый алгоритм, который мог добыть уже не 2 миллиарда, а 120 миллиардов OneCoin с гораздо более высокой производительностью. Причем вот те, кто имел, так сказать, старые OneCoin, то есть добытые по первому алгоритму, их удвоили. А сложность добычи осталась такой же. Ну, будем считать, что прививку от очернителей криптовалюты OneCoin я сделал, и теперь могу вернуться к обещанной теме. Ну, после гладководы. Я по жизни все люблю раскладывать по полочкам. И к теме криптовалюты у меня такой же подход. В прошлый раз я на конкретных событиях и фактах показал, что началась новая эра мировой экономики, которая называется цифровой экономики. На смену бумажным деньгам придут деньги виртуальные, как иногда называют криптовалюту. И очень неправильно называют. Платежные средства – да, но не деньги. А разве деньги и платежные средства – это не одно и то же? Нет, не одно и то же. Деньги – это платежные средства. Но платежные средства – это не только деньги. Например, знаете ли вы, что роль платежного средства долгое время выполняли раковины? Раковины цепрей – это определенный род морских брюхоногих моллюсков. Не только золото является редким и труднодобываемым предметом. Еще труднее было добыть в древние времена, когда не было водолазных костюмов, морские раковины цепрей. Другое название этого платежного средства – каури. Маленькие, как монетки, износостойкие. Каури не ржавеют и не окисляются, как и золото. А главное, они защищены от подделки, почти как криптовалюта. Попробуйте подделать такую морскую красоту. Впервые использовать каури в качестве денег стали в Китае еще 3,5 тысячи лет назад. В Индии они сохранились до середины 19 века. В Азербайджане каури в качестве денег использовались до 17 века. Но чему я больше всего, я удивился. На Руси-матушке в 12-14 веках, в безмонетный период, каури также служили деньгами. В народе их называли ужовками, черновками, змеиными головками. А в Сибири они вовсе сохраняли функции денег до начала 19 века. Почему же каури были заменены деньгами? Ведь их даже чеканить не нужно было, в отличие от медных денег. Но представьте, что вот в России при нынешних ценах оставили только однокопеечные монетки. Тогда покупателю вместо бумажных денег нужно носить с собой мешки с копейками и пересчитывать, конечно, такие большие суммы по копейке того времени, в общем-то, не так просто. Нет, конечно, бумажные деньги гораздо удобнее. Правильно сказать, не бумажные деньги, а фиатные деньги. Фиатными деньгами называют все виды символических денег, которые не обеспечены ничем материальным, но принимаются как оплата товаров и услуг. Фиатными являются все безналичные и электронные деньги, а также средства, лежащие на счетах в банках, бумажные купюры в наших карманах и кошельках, даже мелочь металлическая, тоже фиатные деньги. В электронных кошельках лежат электронные деньги, это те же фиатные деньги, виртуальность не защищает от инфляции. Если бумажный рубль упал в цене, то виртуальный рубль в моем электронном кошельке точно так же упал в цене. Золотые монеты не фиатные деньги, потому что они обеспечены материальной ценностью, золотом, из которого они изготовлены. Криптовалюта тоже не фиатные деньги и не виртуальные деньги. Я еще раз подчеркиваю, главное отличие криптовалюты от денег, и прошлый вебинар во многом был посвящен этой теме. По экономической природе криптовалюта это цифровой золотой стандарт, а по основному применению это платежные средства. Я в прошлый раз обещал рассказать о козырной карте криптовалюты Ван Коин. Сейчас я это сделаю. Если вы предложите прохожему купить криптовалюту Ван Коин, то он спросит, а зачем она нужна? И если вы объясните ему то, о чем я говорил в прошлый раз, то есть о цифровой экономике, о золотом стандарте, о прочих знамомных вещах, то воспитанный человек попросит не морочить ему голову, а невоспитанный, ну, пошлет вас подальше. Потому что человеку нужен короткий, абсолютно конкретный, понятный и убедительный ответ. Когда Ружа создавала криптовалюту Ван Коин, то она по пунктам написала абсолютно конкретные преимущества, которые Ван Коин должен дать каждому пользователю. Самая главная функция Ван Коина – простое в пользовании платежное средство для прямых безналичных платежей от покупателя к продавцу. Точка. Первое возражение напрашивается сразу. А я банковской картой расплачиваюсь или со своего электронного кошелька. Зачем мне нужен ваш Ван Коин? Чем он лучше? В первую очередь в целях экономии. Экономия деньги на комиссионных, посреднику. Посредник ведь существует за счет комиссии, которую покупатель платит при каждой транзакции. Криптовалюта пересылается напрямую от покупателя к продавцу, минуя посредника. Вы не хотите экономить на бесплатных платежах? Ну, я плачу электронному кошельку только 1% от суммы транзакции. Это мелочь. Не скажите. За перевод 1000 евро нужно заплатить 1%, то есть 10 евро. И что вы думаете, собеседнику действительно хочется отдать лишние 10 евро? Причина в другом. На одну чашу весов он кладет 1% комиссионных, а на другую чашу ради 1% экономии ему нужно разбираться в новой, незнакомой, непонятной теме. Страшно ведь доверить свои деньги незнакомому и непонятному. Но в недалеком будущем все пользователи банковских карт и электронных кошельков перейдут на расчеты в криптовалюту Ванкойн. Потому что потери при пользовании, например, электронным кошельком, будут гораздо больше, чем 1% на комиссионные. И я объясню, почему больше. Вот у меня уже есть в компании OneLife виртуальный банковский счет, где лежит большое количество Ванкойнов. А вы имеете обычные евро в электронном кошельке. Ванкойн растет в цене. Пока растет, правда, стоимость его добычи, рыночной цены еще нет. Сейчас вы, наверное, помните, это 79 токенов или 7,9 евро. Когда Ванкойн выйдет на открытую биржу, то появится его рыночная цена, которая устанавливается балансом между спросом и предложением. Когда спрос больше предложения, то цена на рынке растет. Рынок у Ванкойна гораздо больше, чем у доллара. Все человечество перейдет на Ванкойн. Цена Ванкойна будет неизбежно расти дальше по мере капитализации рынка. Поэтому мой банковский счет в Ванкойне можно сравнить с банковским счетом под очень высокие проценты. А евро в вашем электронном кошельке будут дешеветь по отношению к Ванкойна. Поэтому делать покупки за Ванкойны гораздо выгоднее, чем за евро. А давайте еще учтем расчеты при платежах в разных национальных валютах. При конвертации теряются уже не копейки, уже побольше суммы. Поэтому люди в разных странах гораздо выгоднее иметь единое платежное средство Ванкойн и расплачиваются им напрямую без всякой конвертации и комиссионных. А теперь представьте, какие суммы теряют фирмы, которые ведут международную торговлю в больших объемах. Для них Ванкойн даст очень большую экономию. Фирмы будут закупать гораздо больше Ванкойнов, чем это делают сейчас частные инвесторы. А соответственно спросу будет расти рыночная стоимость Ванкойна. Итак, еще раз повторю, главное преимущество Ванкойна – быстрые бесплатные платежи напрямую от покупателя к продавцу, минуя посредников. Если это понятно, то теперь могу ответить на вопрос, а почему Ванкойн не вышел на открытую биржу, как это делают другие криптовалюты? Помните, что спросил прохожий, а зачем мне нужен Ванкойн? Потому что сначала нужно создать высокую практическую ценность Ванкойна. И вот в 2017 году начинается новый этап развития Ванкойна. Создание гигантской торговой площадки, где миллионы продавцов и покупателей будут обменивать свои товары и услуги на Ванкойны. Тогда люди увидят, что криптовалюта Ванкойн – это не только набор цифр в компьютере. Этот набор цифр можно обменивать на товары, которые имеют конкретную материальную ценность. И только когда практическая ценность Ванкойна поднимет его стоимость до 30 евро за штуку, то он по плану компании выйдет на открытую биржу. Другие криптовалюты сразу после создания выходят на открытые торги. Но если они не имеют практической ценности, а являются только инструментом для игры на бирже, то спекулянты создают ценовой пузырь, чтобы привлечь покупателей. Но пузырь неизбежно лопнет. А биткоин – тоже ценовой пузырь? Ведь его принимают к оплате на многих сайтах. А вот давайте сравним биткоин и ванкойн как платежное средство. Какая криптовалюта лучше выполняет эту основную функцию? Я обещал опираться только на факты и достоверные сведения. Поэтому я открыл сайт bitcoin.org повторяю bitcoin.org и нашел там инструкцию на русском языке как платить биткоинам. Читаем раздел. Для полной анонимности биткоина требуется усилие. Для защиты вашей конфиденциальности при использовании биткоина требуется некоторое усилие. Ведь все биткоин-трансакции публичны и мгновенно распространяются в сети, что означает, все могут видеть баланс и транзакции любого биткоин-адреса. Однако личность пользователей за адресами остается неизвестной до тех пор, пока информация не откроется благодаря платежу или в других обстоятельствах. Это одна из причин, почему биткоин-адреса следует использовать лишь однажды. Всегда помните, что использование лучших практик для защиты своей конфиденциальности – это ваша ответственность. Мои комментарии. У Ванкоина все в точности наоборот. Ванкоин требует от каждого владельца верификации, то есть подтверждения его личности, адреса, валидного банковского счета, на который он сможет переводить деньги из своего бэк-офиса. Но публичным является только логин владельца виртуального счета. Личные данные закрыты для других пользователей. Блокчейн у Ванкоина закрытый. Все банковские транзакции закрыты, как любая банковская тайна. Читаем инструкции об оплате биткоина дальше. Мгновенные транзакции менее безопасны. Транзакции, как правило, выполняются в течение нескольких секунд и подтверждаются в течение 10 минут. В это время транзакция расценивается как подлинная, но все еще обратимая. Нечестные пользователи могут этим воспользоваться. В том случае, если вам нужно моментально выполнить транзакции, предложите небольшую сумму за оплату транзакции или используйте систему контроля повторного расходования. Для больших сумм, например, 1000 долларов США, есть смысл дождаться 6 подтверждений или больше. Каждое подтверждение экспоненциально уменьшает риск обратимости транзакции. Мои комментарии. Сейчас банковскими картами расплачиваются повсеместно. Скоро будут расплачиваться криптовалютой. Представьте такую ситуацию. Вот касса большого продовольственного магазина. Покупатель спрашивает, можно расплатить с криптовалютой биткоин? Кассир отвечает, биткоином нельзя. Почему нельзя? Потому что биткоин-транзакции подтверждается 10 минут. Очередь не будет ждать 10 минут, пока вы один расплатитесь за покупку. Причина такого длительного подтверждения транзакции, опять-таки, высокая сложность добычи биткоина. Потому что на самом деле и добыча биткоинов, и обмен биткоинов, это звенья одного процесса блокчейна. Я уже объяснял, что в блокчейн регистрируется каждое новое перемещение биткоина, начиная с его появления на свет Божий. Таким образом, биткоин не приспособлен для практических платежей, а вот у ванкоина время проведения транзакции в пределах одной минуты, то есть такое же, как и при оплате банковской карты. Но вот из этих инструкций на сайте bitcoin.org лично мне непонятно, как же я конкретно могу провести платеж биткоинами. Но я все-таки нашел в интернете пошаговую инструкцию, как пользоваться биткоином, читаю ее и комментирую. Первое. Установите официальный биткоин-клиент на ваш компьютер. Чтобы начать использовать биткоин, вам нужно загрузить специальную программу и установить ее. Биткоин-клиент доступен для всех операционных систем, скачать можно здесь. Далее ссылка. Мой комментарий. Ванкоин приспособлен под самого обычного пользователя. Не нужно скачивать и устанавливать никаких программ. Второе. Установите кошелек. Как и для обычных денег, для цифровых тоже нужны кошельки. Кошелек в данном случае это программа, отслеживающая ваши цифровые деньги. Есть несколько доступных биткоин-кошельков. Все зависит от того, какой вам больше нравится. Первое. Это кошельки программы. Не запускаются на сторонних серверах после загрузки. Все данные хранятся на вашем компьютере, где вы запускаете локальный блокчейн, для того, чтобы ваши транзакции были анонимны. Собственно, эти кошельки были первыми. Вы можете воспользоваться такими кошельками. Дальше они перечисляются. Веб-кошельки. В свою очередь, это веб-сервисы, что удобно и просто в работе. Все, что вам нужно, автоматизироваться на сайте соответствующего сервиса. Увы, это может быть не так безопасно, как предыдущий вариант. В качестве примеров подобных сервисов можно назвать и далее перечислены. Мои комментарии. Спасибо, что инструкция предупреждает об опасности. Лично у меня это отбило желание завести биткоин-кошелек. Пользователям Ванкоина не нужно искать и тем более устанавливать программу Ванкоин-кошелька. Сами видите, что пользоваться биткоинами не совсем просто. Нужна определенная компьютерная грамотность. Третье. Приобретите биткоины. Итак, вы все установили, все работает, хорошо. Вопрос другом, а где взять биткоины? Вопрос уместный, спору нет. Существует несколько вариантов того, как вы можете получить биткоины. Да, все еще не очень надежно и даже экспериментально, но в целом все это очень и очень перспективно. Итак, вы можете обменять другую валюту на биткоины. А что такого? Идите на биржу, скажем, эту, и закупите себе пару-тройку биткоинов. Мои комментарии. Тут комментировать нечего. Криптовалюта действительно очень и очень перспективна, и приобрести ее можно на криптобирже. Ванкойны до выхода этой криптовалюты на открытую биржу можно купить непосредственно на монетном дворе, так сказать, в компании Ванлайф. По какой цене? Если вы думаете, что по стоимости добычи, то хочу вас приятно удивить. Их можно купить гораздо дешевле, чем стоимость добычи. По какой именно цене можно купить ванкойны? Как рассчитать цену покупки? Это важные вопросы, которые мы подробно разберем в другой раз. Четвертое. Позаботьтесь о безопасности вашего кошелька. Итак, у вас есть биткоины в кошельке, теперь им нужно сделать так, чтобы их никто не украл. Увы, старые версии кошельков не шифруют в Элли.дет, то есть в теории вашей деньги в опасности. К счастью, вы можете принять меры, а именно через сеттинг X-Crop-Valid вы можете зашифровать соответствующие файлы. Не лишним будет использовать два разных кошелька, один для ежедневных покупок, другой сберегательный. Пункт 4 я тоже не комментирую, потому что ничего не понимаю в шифровании кошелька. Ванкойны хранятся на виртуальных счетах их пользователей и защищаются точно так, как любые другие банковские онлайн-платежи. Для входа нужен логин, пароль и капча, а платежи защищены еще одним финансовым паролем. пятое. Найдите продавцов, принимающих биткоины. Как бы вам потратить свои биткоины? Ответ прост, как обычные деньги. Единственная заквозка в том, что деньги принимают все, а биткоины не все. Соответственно, вам надо поискать тех продавцов, которые принимают оплату биткоинами. Интернет к вашим услугам. Ищите и удача вам улыбнется. Мои комментарии. Ванкоин создает торговую платформу для продавцов и уже разработал для них мобильное предложение к смартфонам и планшетам. Все продавцы будут регистрироваться на этой платформе. И на карте вашего города в программе торговой платформы будут обозначены красными флажками. Поэтому искать продавцов не нужно. На этом инструкция как пользоваться биткоином заканчивается. Можете сами судить какой криптовалютой удобнее пользоваться в качестве платежного средства. Добавлю только что оплачивать товар ванкоинами можно парой кликов с любого гаджета. Я считаю что за два занятия дал вам хорошие базовые знания о криптовалютах вообще и о криптовалюте ванкоин в частности. Добавлю Продолжение следует...